Как мы уже сегодня вам рассказывали, одними из первых на призыв врачей оказать помощь больным республике откликнулись студенты медвузов и медучилищ Северной Осетии. Мы продолжаем нашу беседу, и у нас в гостях сегодня студенты Северо-Остинской государственной медакадемии Камила Керимова и Дзамбоват Макаев. Добрый вечер. Добрый вечер. Спасибо, что нашли время. Я так понимаю, вы отработали уже полные смены в грязных зонах, в больницах нашей республики. Хотел, чтобы вы рассказали поподробнее. Расскажите о себе, где учились, чем занимались. Дзамбоват, наверное, уступим. Камила первая расскажет. Я училась сначала в 108-й школе, но в городе Моздока. Я не местная. И я решила поступить в медакадемию. После того, как моя мама, она работает в реанимационном отделении, и в 9-м классе она меня взяла с собой на дежурство, чтобы показать всю суть работы врачей, что такое медицина в общем. И продежурив с ней пару дежурств, я решила, что я хочу все-таки стать врачом, что мне это нравится. И в этом мама меня поддержала. И после этого я поступила. Камила, извини, пожалуйста, а ты на каком курсе? На четвертом. На четвертом. Дзамбоват, а твоя история? Почему ты решил стать медиком? Не знаю, наверное, я единственный в классе, который хотел в медицинский вуз. Только я уже еще не знал, именно какой факультет. Хотел, наверное, на стомат поступить, на стоматологический факультет. Но потом получилось так, что поступил на лечебный. И вот сейчас уже на пятом курсе, и ни разу не пожалел, что я был на лечебный факультет. Дзамбоват, Камила, скажите, пожалуйста, что вас подтолкнуло на решение пойти помогать врачам в грязные зоны РКБ, КБСП? Вы совсем молодые ребята. Не переживали ли за свое здоровье? Опять-таки, как отреагировали ваши родные? Ну, я уже три с половиной года как волонтер ходила в клиническую больницу скорой помощи, в приемное отделение. И для меня приемное отделение, как стала уже семья, все сотрудники. И после этого, я узнав, что в приемном отделении, то, что мои коллеги будущие будут сражаться, как бы сказать, помогать больным с коронавирусом, я решила тоже остаться, помочь им. И как бы это для меня будет опыт в будущем и помощь им. Ну, родители, естественно, были категорически против, но мама и папа понимали, что это моя будет будущая профессия. Поэтому мама дала, как бы, добро, но папа нет. И мне пришлось ему оставить, так сказать, записку, чтобы пойти помочь своим старшим коллегам. Дзамбоват, а ты? Ну, за долгие месяцы до того, как еще перепрофилировали больницу КБСП под ковидную зону, я уже тогда помогал. Я уже знал, что буду помогать ребятам, студентам, которые также работают со мной там. Я уже знал, ну, дома, конечно же, не знали, на какой срок я ухожу, на какое определенное время, потому что я сам не знал, до сих пор не знаю, когда я смогу вернуться домой. Дома отнеслись к этому так, то есть, ну, я сказал, что я вернусь скоро. С пониманием? Да, скорее всего, больше с пониманием отнеслись. Подскажите, пожалуйста, помните ли вы первые дни пандемии? Вот ваши впечатления по тому, как информации о вирусе было совсем мало, надвигалось что-то страшное, не понимали ни как лечить, что делать с больными, как оказывать помощь. То есть, вроде бы, общие методические рекомендации были от Минздрава и РФ. Мне интересно просто увидеть, как вот эту ситуацию вашими глазами прочувствовать. Ну, конечно, присутствовал страх, то есть, даже при использовании всех средств индивидуальной защиты мы боялись заразиться, не знали, что это такое. Все медицинские работники столкнулись с этим впервые. Надо было психологически себя подготовить к тому, что ты будешь в этом костюме, то, что ты не сможешь за все то время, которое ты будешь находиться в этой зоне, не сможешь даже выпить глоток воды. Нужно было морально подготовить себя, то, что ты будешь работать с тяжелыми больными, которые поступают уже в больницу, даже не в легкой степени тяжести, а уже в средней и в тяжелой степени тяжести. А вот каковы были впечатления, то есть, вообще психологически же тяжело, во-первых, весь день в этом костюме? Это, я так понимаю, никаких мобильных телефонов, опять-таки ограничения во многих бытовых вопросах, не попить воды, никаких кофе, чай там и так далее, и так далее. Сколько в среднем времени проводили в костюмах? Ну вот, допустим, я возьму пример себя, мне, допустим, психологически не было как бы уже трудно, в плане того, что видеть тяжело больных пациентов, но то, что в костюме, да, это было очень тяжело. Если честно, допустим, еще такая жара сейчас, тяжело было дышать, на самом деле, вот и вот этот весь пот, и как бы старались держаться, как могли. Расскажите, чем приходилось заниматься, как помогали врачам, что делали? Ну, в реанимационном отделении мы непосредственно осуществляли уход за больным, помогали в лечении и осуществляли назначение врача. В приемном отделении мы принимали больных, заводили историю, если нужно было больному, то мы увлажняли кислородом, транспортировали, измеряли АД, пульс, сатурацию и температуру, и транспортировали уже больных в отделение. А вот много ли ваших знакомых, однокурсников, кто с вами учится в мединституте, отправились в медакадемию, отправились помогать врачам, в том числе и в грязные зоны? Ну, достаточно нормально, но большая часть это были пятые, шестые курсы пошли, но есть кто и второй курс пошли, вот, и даже есть первые курсы, которые пошли помогать своим старшим коллегам. Вот, завершая нашу беседу, мне интересно, как вы в дальнейшем планируете свою карьеру, свою жизнь и вообще ваши дальнейшие планы? Продолжите ли вы обучение? Сейчас, возможно, будет поехать по целевому направлению в медвузы Санкт-Петербурга, Москвы и других городов нашей России. Собираетесь ли вы продолжить обучение? Ну, в дальнейшем я собираюсь закончить медакадемию нашу, поступить в ординатуру и пойти по специальности акушер-гинеколог-генетик, потому что, ну, мне, допустим, эта специальность очень нравится, и я хочу в дальнейшем свою жизнь связать в этой сфере деятельности. Ну, я также думаю, что я посвящу в дальнейшем свою жизнь медицине полностью. Эти тяжелые дни будут фундаментом для моей будущей профессии. Хочу поступить в Москве по специальности реаниматолог-анестезиолог, окончить там и, скорее всего, вернуться обратно и уже работать в городе Санкт-Петербург. Я вас благодарю за беседу. Спасибо, что начали время прийти к нам в гости. Я напомню, у нас были студенты Государственной медицинской академии Камила Керимова и Дзамбулат Мукаев.